Президент попал в специфическую ситуацию, потому что он обещал не идти на выборы. Но когда он избирался, он сказал, что будет один срок. С другой стороны, он может сказать, что коллеги, но вообще-то он и сказал это. Вообще-то у меня за время срока было два ковида и война, и я не успел осуществить реформы, которые я хотел, вообще ничего не успел сделать. Поэтому, чтобы выполнить свои обещания, другие обещания перед украинским народом, я вынужден идти на второй срок. Я не брошу Украину, он сказал, я вынужден идти на второй срок. Но, соответственно, я попал в такую ситуацию, потому что я сказал, что если президент будет идти, я не пойду. Но мне кажется, что пока рано об этом говорить, потому что это не объявленные выборы, на которые выдвигаются кандидаты. Это политические заявления, то есть это позиционирование определенное и так далее. Это добавление себе легитимности как человека, который не уходит из политики, на которого нужно ориентироваться, который имеет шансы победить на президентских выборах. То есть это, мне кажется, риторика. Пока еще политическая, с далеко идущими планами, но тем не менее. С обоих сторон, и с его, и с моей. А как оно будет на земле, когда дойдет до объявления избирательной кампании, мы посмотрим за это время, очень много чего может измениться. И измениться радикально. У нас политическая жизнь, мягко говоря, динамична. Я просто чисто уточнить, я иногда делаю это, ну просто текстом излагаю то, о чем мы здесь говорим. Могу я так написать? Алексей Арисович не исключает своего участия в президентских выборах. Да, да, это будет мягкая формировка, правильно.